Всем привет! У микрофона Амортис это обзоры мобильных игр от Mop.io. Поехали! Сегодняшний наш пациент перекочевал на мобильные устройства с ПК, чему я очень рад. Не так давно я уже прошел эту игру вдоль и поперек на компе, но не откажусь сыграть в нее еще разок, потому что эта хрень и правда довольно интересная. Встречаем The Cave. Игру сделали те же люди, которые когда-то удивили наших прапрадедушек замечательным квестом Monkey Island. Графический The Cave выполнен в таком мультяшном стиле. Я в принципе не могу сказать, что мне понравился дизайн персонажей, но вот задники просто замечательные. Что еще замечательно, так это сюжет и характеры. Вообще, главный герой игры это сама пещера. Сам, если точнее. Это весьма ироничный чувак с хорошим умным юмором, и его реплики всегда интересно слушать. Да и озвучен он замечательно. Вот, послушай. She is here to right or wrong, moving along. The hillbilly. On this fine night he searches for his true love, but does desire burn... Ну а игровые персонажи это семь чуваков, каждый со своим скелетом в шкафу. Говорят, что эти семеро олицетворяют семь смертных грехов. В начале из семи ты выбираешь троих, и пещера подстраивается под выбранных персонажей, подсовывая игроку уровни, которые расскажут тебе историю каждого из них. Нужно будет переключаться между героями, чтобы управлять каждым из них по очереди. Геймплей представляет собой пазл-квест, где, чтобы пройти дальше, нужно решать кучу головоломок. Некоторые решаются просто путем напряжения извилин, а для некоторых потребуется применить какие-то специальные способности, которые есть у каждого персонажа. Ну, например, рыцарь может становиться бессмертным, если стоит неподвижно, другой чувак умеет дышать под водой и так далее. Все это пригодится. Управление здесь осуществляется жестами. Ну, свайпом прыгаем, тапаем и ходим. Иногда это удобно, иногда не очень. Ну, честно говоря, в ПК-версии управления тоже не было сильной стороной игры. Но и там, и здесь вполне можно приноровиться и перестать замечать недостатки. Что можно сказать о пещере? Это хорошая игра. В ней есть сюжет, в ней есть характеры, она заставляет думать и пользоваться окружением. Также радует это перестройка уровней в зависимости от выбранной тройки. Недостатки, несомненно, есть, но достоинства их перекрывают полностью. На сегодня это все. Подписывайся, ставь лайки и все такое. С тобой были Федор Амортиз, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!